В текущем году апитуриенты российских вузов будут поступать по обновленным правилам. Мина Обранауки утвердила порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Нововведения коснулись не только процесса подачи документов, но и конкурирования за бюджетные места. О главных изменениях нашему телеканалу рассказали представители крупнейших вузов региона. Наталья Чегет продолжит. До старта приемной кампании остается всего три месяца. Однако поступающих ждет ряд изменений. Нововведения коснутся всех, кто будет получать образование в 2021 году. Одним из главных нововведений стала возможность абитуриенту самому выбрать одно из вступительных испытаний на желаемую специальность из нескольких вариантов. Если раньше все три необходимых для зачисления экзамена определял вуз, то в этом году поступающий получает больше возможности не подстраиваться под конкретный вуз, а выбрать результаты того ЕГЭ, которые представляются абитуриенту самыми лучшими. В Турском государственном техническом университете ответственный секретарь приемной комиссии Леонид Григорьев пояснил, как будет работать новое правило. Допустим, если раньше для того, чтобы поступить на инженерно-строительный факультет, абитуриент должен был сдать русский язык, должен был сдать математику профильного уровня, ну и третий предмет — физика, то теперь третий предмет абитуриент может выбрать из двух предложенных. То есть если он хочет, он может помимо результатов ЕГЭ по русскому языку и математике представить результаты ЕГЭ по физике, а может вместо физики представить результаты по информатике. Число вузов, в которые можно подавать документы, осталось в этом году неизменно. Однако нововведения коснулись числа специальностей и направлений, на которые можно подать одновременно заявление для участия в конкурсе. Так Тверской государственный технический университет предлагает выбрать сразу пять направлений подготовки. Если раньше абитуриент мог подать документы внутри вуза только на три образовательные программы, то теперь вуз имеет право самопроизделить количество таких образовательных программ от двух до десяти. Но вот в нашем Тверском техническом университете мы установили число таких программ пять. То есть внутри вуза абитуриент может подать заявление до пяти вот этих образовательных программ. А в Тверском государственном университете также увеличилось число образовательных программ, куда абитуриенты могут подать заявление. В Тверской государственный университет можно подать сразу для одновременного участия в конкурсе на четыре направления. В прошлом году это было три направления, то есть на одно направление увеличилось. Соответственно, можно отзывать, можно менять четыре раза заявление о согласии на зачисление. Непосредственно сама приемная кампания во всех вузах должна начаться не позднее 20 июня. А зачислять студенты по программам бакалавриата и специалитета на бюджет по очной форме обучения станут в два этапа. Вам нужно отметить, что у нас сейчас один этап зачисления. У нас получается одна волна будет в этом году. Первый этап это этап приоритетного зачисления. Здесь мы будем принимать детей, абитуриентов, льготников. То есть вот система, квот, целевой прием также. И это этап зачисления основной, то есть это все остальные лица, которые могут поступать к нам. Кроме того, подача документов в электронной форме наряду с представлением документов лично и по почте стала обязательным способом для всех вузов.